Некоторые считают, что при сильной близорукости выход один – это очки с толстыми стеклами. Но современная наука может восстановить зрение даже в таких ситуациях. А вот каким образом, узнаем у наших экспертов. Лазерная коррекция – один из самых эффективных методов восстановления зрения при близорукости, не превышающий 12 диоптрий. Но не стоит прощаться с мечтой о хорошем зрении и в ситуации с близорукостью более высокой степени. Тем, у кого не утрачена способность хорошо видеть и вблизи, и вдали, офтальмологи предлагают обратить внимание на современную процедуру имплантации фокичных линз. Говоря о фокичных линзах, мы говорим об особенных пациентах, тем, кому эксимер-лазерная коррекция противопоказана. То есть нельзя исправить зрение с помощью лазера. Для таких пациентов существуют альтернативы. И мы уже говорим об индивидуальном подходе об имплантации фокичных линз, которые могут коррегировать близорукость высокой степени, дальнозоркость и астигматизм. Несмотря на то, что операция полостная, она похожа на использование контактных линз. Через микроразрез имплантируем индивидуальную контактную линзу на поверхность хрусталика. При этом не утрачивается аккомодация, то есть пациент может видеть отлично и вдаль, и вблизи, и сохранять аккомодацию на долгие-долгие годы. Длится вмешательство буквально считанные минуты. Проводится под местной анестезией и не требует наложения швов с последующим ношением повязки. Необходимости в госпитализации после имплантации фокичных линз нет. Эта методика, считают специалисты, делает возможной коррекцию близорукости очень высоких степеней до 25 диоптрий. Зрение улучшается сразу после проведения процедуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok